Эй, мороженщик, ну едь. Ну едь, мороженщик. Чё ты не там крякаешь? Такой гудок смешной. Грррр. Я всё равно это вырежу, ты не увидишь. Это всё за 40 баксов? Всегда пожалуйста, Тот. Конечно, всегда пожалуйста. За 40 долларов-то, блин. Твоя годовая зарплата, наверное, будет. 40 долларов на тот момент, это, наверное, очень много было. На дворе это 32-й год. Всем здарова, народ, с вами Олег. И добро пожаловать на шестое прохождение игры под названием «Мафия». Ну а перед тем, как начать, дорогой друг, просмотр, не забудь, пожалуйста, подписаться на канал, поставить лайк, ну и пиши свои комментарии под этим видео. А мы поехали. И как вы помните, друзья, наша серия закончилась на том, что мы встретились с мистером Сальери. Нам вроде бы как рассказал, что у нас завёлся крот. Сальери думает, что это Фрэнки. И нужно его где-то как-то перехватить, но для начала нам нужно с тобой заскочить к Винченце, взять оружие, всё такое, ну и отправиться на поиски Фрэнки. Так, смотри-ка. А это тачка мистера Сальери, да? Ну да. А они одинаковые, что ли? Нет, вот это другая. Слушай, я могу поехать на ней? Мистер Сальери, вы не против, если я поеду на вашей машине? Нет, Томми её не может взять. Я бы с удовольствием на ней поехал. Ну, давай тогда возьмём вот эту. И эту не можем взять. А какую можем? Вот эту вот можем? Красненькую. А мы не можем никакую машину взять. Чё это такое-то? Томми, ты потерял талант машины угонять? А давай, слушай, тогда поедем на этом, на метро надземном. И давай взглянем на карте, далеко ли это ехать. А, поговори с Винченцией. Он, подожди, он здесь. Я думал, он там, на базе у нас. В маленькой Италии. А он здесь, вон, прохлаждается. Сосисонный там, наверное, где-нибудь готовить, нет? Паршивый сегодня день. Да и не говори. Крот завёлся. Здоровая Виньо. Никто не должен узнать. Начни с бифа, но ничего ему не говори. У меня для тебя новая тачка. И ещё кое-что для особого случая. О, обрез. Вот это неплохо. Ты мини-красный всю ночь гулял, что ли? Это давняя традиция. Так, он дал нам лупару. Окей. Карточка, смотри. Дешёвый журнал. Собрано 8 из 20. Неплохо. Так, и он подготовил тачку, да? Вот на мини-карте беленькая. Вот на этой поедем. Слушай, но всё-таки я могу поехать на машине мистера Сальери. Вроде бы как скрипт активировался. Я сейчас могу уже юзать машину. Вроде бы как. Но эту по-прежнему не могу. И мистера Сальери так же я не могу. Ну, давай тогда поедем на той, которую дал нам Винни. А вот сюда вот без проблем, смотри, мы можем залезть и поехать. Не, слушай, а неплохо она едет и поворачивает. Я тебе серьёзно говорю. Есть с чем сравнивать с прежними машинами. Это просто ужас. Слушай, отормаживается неплохо. Ну, давай, едь, мороженщик. Эй, мороженщик, ну, едь. Ну, едь, мороженщик. Так, всё-таки, давай налево. Так, давай-ка, наверное, радио выключим. Там всё равно новости, ничего не понять. Местные новости. Так, вот тут давай направо. Слушай, ну, неплохо она маневрирует реально и разгоняется так неплохо. Ну, чё ты мне там крякаешь? Такой гудок смешной. Грррр. Так, мы сейчас едем к Бифе, да? Он в китайском квартале находится. Мы уже как-то заходили с ним. К нему, вернее, вместе с Эмом. Узнавали про ту молодёжь, которую надо было, если вы помните, проучить. И сейчас он нам даст инфу в том, где находится, я так думаю, в рынке. Ну, проходя старую старую версию игры Мафии, друзья, я уже знаю, где его искать. Я помню, где его искать. Но не буду спойлерить, вы сами всё увидите. Мало ли кто-то не играл. И пускай это будет, наверное, втайне. Чё-то китаец вон прилёг. Саке он, наверное, много выпил. Много саке выпил. Томми, что стряслось? Да, нужна Бифи информация, здорово. Слыхал что-нибудь интересное? Что-то, о чём Дону следует знать? Возможно. Сколько заплатишь? Есть 20. 40. Ладно, говори. В городе ФБР Морелло им что-то пообещал. Не знаю, 40 долларов на тот момент это, наверное, очень много было. На дворе это 32-й год. Это всё за 40 баксов? Конечно, всегда пожалуйста. За 40 долларов там, бля. Твоя годовая зарплата, наверное. так давай как нашей прекрасной новой машине взглянем на карту, давай куда ехать. Это тоже недалеко. Мистер полицейский, проезжайте. Слушай, красивый квартал. Они тут себе бабахали совсем как у них дома прям. Если помните кино, фильм, помните Час Пик, где Картер с Джеки Чаном звали его вроде бы Лу, героя фильма. И когда он на экскурсию привёл, и привёл Джеки Чану на площадь. Там тоже китайский квартал был. И говорит, смотри, Лук, совсем как у тебя дома. Слушай, ну район так похож на Брайтон-Бич, реально. О, мотоцикл. Блин, я тоже хочу мотоцикла. Я так и не поездил ни разу в этой грибе. Здравствуйте, дворник. Что-то похожее место, если вы играли в Мафию 2. Вот точно такой же вход, угловое здание. Так, смотри, тут у нас газетёнка вроде бы. Давай-ка её прочитаем. Верим в победу, ребята. Сегодня состоится седьмая игра золотой серии 1933 года. Сегодня на газоне стадиона Армари команда Lost Heaven Lancers сойдётся с Empire Bay Кеннесс, чтобы наконец-то определить победителя золотой серии. Это невероятный драматический сезон, подходит к своему финалу и капитан Банни Смит твёрдо намерен вернуть кубок в Lost Heaven впервые за 20 лет. Вот так новость. Но мы с вами не пойдём туда. Здравствуйте, человек. Подожди-ка, там вон на барной стойке тоже что-то есть. Карточка или журнал, что это ужасная история. Собрано один из 20. Это первая наша карточка и история. Их интересно, как-то можно юзать, смотреть, читать? Так, давай-ка поговорим с этим джентльменом. Не особо. Что там был за парень от федералов, которого ты домой подвозил? Зашёл сюда пропустить стаканчик, а выпил десяток. Он стережёт один дом, там федералы кого-то прячут. Где? Оук-Хилл, угол Пайн-стрит. Он дал мне десятку, чтобы я подвёз его и рот держал на замке. Выдал мне, что советник Геллотти договорился о какой-то сделке между Морелло и ФБР. Они кого-то крепко собираются прижать. Какого хрена ты нам не сообщил? Я сообщил, Том. Сразу пошёл к Фрэнку и всё ему рассказал. Он Дону не передал? Нет, не передал. Том, что случилось? Да, сейчас тебе Том так и рассказал, что случилось. Обойдёшься. Так, давай-ка выходим. А чё, куда ехать-то? Карта не обновилась. Сядьте в машину, ну окей давай. Может после того появится метка. Да, появилась. Так, давай-ка глянем, куда нам ехать. Поехать, так. Нормальненько. Так, вот тут мы сможем срезать, чтобы обратно круга не давать. Так, знак развернуться нам стоит. Так, мы не сможем. Ух ты! Полицейский разворот такой вот. Но 360 градусов. Я думал, там перестрелка какая-то была. Это стук колёс поезда. Так, вот тут налево, налево. Так, давай-ка, кто нас пропустит. Как тут сигналить? Я тоже хочу всем сигналить. Вот прям всем вообще, вот всем при всем. Они же все сигналят. И мы будем сигналить. Какой город красивый, просто посмотри. Он и в оригинальной части мафии, ну, просто шик был на момент выхода игры, ещё не каждый компьютер тянул это всё. И ты просто там любовался каждым кварталом, я не знаю, там в каждый уголок заглядывал, тоже искал вот эти вот карточки. вообще просто огонь. Так, давай-ка тормозим. Не, ну, тормозит клёво и маневрирует. На другой, той старой машине, на которой мы ездили, я бы такой манёвр бы не совершил, это уж точно. Я бы только тормозил бы там, наверное, километра два. Так, давай-ка сбавим скорость. Стоит полицейский, и ещё он там слева на карте едет. Не будем привлекать лишнего внимания. А ну, нам надо давать сейчас потом взятки, либо уходить от погони. Живёт то наш Томи двойной жизнью, и порядочной, и мафиозной. И одно другому мешает. Нельзя не нарушать ничего, чтобы не привлекать к себе внимание. А то у нас там с тобой лупара. Он же обрез. Шмон сейчас начнётся, а оно нам надо? Нет. Зачем нам палиться? Не будем с тобой палиться. Какая машина красивая, синенькая была. Слушай, вам полтинь, в горку едем. Нифигаси. Так, смотри-ка, приехали. Капсцена. Ну-ка, что там у нас? Томми, ты зачем нарушаешь двойную сплошную? Ещё и навстречку выехал. Только разговаривали про его непорядочную жизнь, а он смотри, что делает. Не хочет исправляться человек, Томми. Он что заборов с Фрэнком? Это наши громилы, да, охранники? Ну, Фрэнк, ну, крот, блин. Так, надо проследить, да, сейчас за ним. Может быть, что-то Фрэнк затеял. Так, куда ты направился, Фрэнк? Давай-ка за ним проследи. Давай, Фрэнк, приведи меня к книгам. Приведи меня к книгам, Фрэнк. Но не может предать Фрэнк, друзья, потому что они с Сальери столько много лет дружат, с самого детства. Отношения у них прям такие тёплые, хорошие, прям семейные. Может быть, Фрэнк что-то и вправду затеял. Может быть, у него даже есть какой-то коварный план. Отель Горлеоне снова открыт после птички газ. Так. Вот это ты, Фрэнк, едешь. Надеюсь, с книгами или с книгами наоборот уезжаешь. Так, 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 тормозим мы слишком быстро, близко подъехали. Наверное, будет какая-то встреча. Посмотрим, Тони. Слушай, как мы из его нововзора так долго пропадаем. А, шкала причем набирается быстро так назад, 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 назад. А что у нас так, смотри, шкала поднялась. Она вроде бы опускалась и бац, так резко поднялась. И тут бац, 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 бац. Будем держать дистанцию. Я думаю, такая сойдет. Что ты, какая-то фабрика, что ли? Фрэнки, ты к фабрике едешь какой-то? Вроде бы нет. куда-то едешь, Фрэнк? Черт, Фрэнк, никак тебя в аэропорт везут. Ну-ка, аэропорт на карте. Вот он где. В принципе, уже приехали. Ох, чувствую, сейчас экшен будет и все так просто, Ну, мне так кажется, с Фрэнком мы уж точно не будем, наверное, стреляться, перестреливаться, потому что оно было бы глупо. И мне кажется, ну, просто мое мнение, Томми его, наверное, отпустит взамен, если заберет, может быть, книги, а может быть, и не заберет. Кто знает, как развернуться события. Ну, лучше бы, Фрэнки, ты бы вернулся и все бы объяснил. Зачем он забрал книги? В этих книгах все расписано, все до каждого потраченного цента, что, куда, где, чем занимались там в этих книгах они. он может быть, хочет покинуть город? Ну, это очевидно, если он едет в аэропорт. Только как он хочет передать и кому эти книги? Я надеюсь, Томми это у него выяснит. Господи, его хотят вывезти из Штаты еще дальше. Кроме, кроме того, если даже Томми заберет у него книги, но хотелось бы выяснить, для чего Фрэнку эти книги, для чего он взял все эти записи и кому он хочет отдать или продать или взамен он может быть что-то попросил. Может быть, он вообще на нашего конкурента начал работать. Интересно, сейчас мы это все с тобой узнаем. Узнаете, куда везут Фрэнка. Так, журналистов не пускают, да, наверное, я так понял. Так, там нам с тобой не пройти, это 100%, даже не будем с тобой пробовать, тем более у нас есть оружие. Может быть, это все обойдем как-нибудь по стелсу. Вот тут давай перелезем. Так, смотри, там снова полицейский. Так, давай-ка уйдем отсюда. А как я туда проберусь? Тут такой механики нет, к сожалению, как в Хитмане там взять другую одежду, там рабочего униформа и пролезть. Тут такого нет. Но вот быть, может быть, здесь. Давай-ка посмотрим. Ну и попутно будем искать с тобой карточки. Так, вот тут аккуратненько. Так, вон там что-то есть. Так, прочесть. Заметки полицейского. Передача информации. Передача информаторов. В 12.00 закрываем аэропорт. В 13.00 информаторы сопровождающие из ФБР покидают укрытия. В 13.15 происходит обмен. Информатор направляется в ангар номер пять. Мы получаем бухгалтерские книги после передачи информатора. Ого! В общем-то нужен нам будет с тобой пятый ангар. Так, его можно оглушить вон того громилу. Он вроде бы как тут один. Не, 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 не получилось. Все, мы спалились, да, или нет. да, сагрились, сагрились. Блин. Может быть переиграть этот момент? Давай, наверное, переиграем этот момент. Хочется посмотреть, как оно будет по стелсу выглядеть. Так, а где мы с тобой загрузились? Я вообще что-то не пойму. Мы же были с тобой в другом месте. Так, это что такое? Боеприпасы они у нас полны. Слушай, есть идея для спидранеров. Может быть кто-то не проходил и не знает, но в таком моменте, если что, можно будет подходить до охранника, там я не знаю загружаться, и ты уже сразу начнешь с того балкона. А это уже сократит время. Для спидранеров там я не знаю, каждая секунда важна. Я хотел посмотреть там внизу карточек, но судя по всему там ничего нету. Ладно, давай снова пройдем на этот балкон и пойдем с тобой в ангар номер пять. Так, есть снайперская винтовка. Так, давай ее возьмем. И нам надо будет с тобой ликвидировать тут всех или все-таки пройти по стелсу? Так, но глушителя у нас нету. Глушителя у нас нету. А по стелсу как я пойду? Я там все равно не пройду. но может быть попробуем. Ну-ка, я вот тут смогу перелезть? Нет, я не могу перелезть. А вот тут залезть? Нет, я тоже не могу. А что делать? На пролом тогда идти? Либо вот тут можно слезть и... Так, коктейлик давай берем. Берем коктейль молотого. И где-нибудь там гусиным шагом давай мы пойдем. Так, смотри, граната даже есть. Берем все, патрики, гранаты. Так, вот тут давай-ка лупару возьму. Можем дверь открыть? Нет. Так, тут два чела. Мимо них мне не пройти. Так, один уходит, это хорошо. Давай вот этого слева сразу придушим. Тут еще один. Не знаю, как нехорошо вышло-то. охренеть, они с такими же там лупарами наверное ходят. Ладно, к черту стелс. Я ж тебя попал. Сейчас дай-ка я здоровье немножко поднаберу. Только ты не уходи. Я же говорю не уходи. Куда ты стреляешь? Я что-то не пойму. Мы же попадаем четко в него. сейчас сколько там патронов в том соне? Так, а тут что-то есть, смотри. Ё-моё. Так, давай-ка за укрытие займем укрытие и будем выжидать его. Оба. Так, отлетел. Отлично. Так, давай-ка посмотрим, что у нас тут есть. Так, это гранат ящик с гранатами и там тоже что-то есть. Я думаю, что там есть карточка. А как мне попасть сюда? Вот в эту может быть дверь? Нет. Очень странно. Некоторые двери юзабильные, некоторые нет. в окно может быть? Нет. В окно я тоже выйти не могу. Странно, как другие не согрелись. Наши четко в тебя попадают. Дальность плохая, конечно. Давай, высунься. Ты высунешься? коктейль нас хотел бросить. Так, ладно, давай-ка. Рашим, берем патроны. Я хотел бочки тебе взорвать. Ладно, так, вроде бы попал, но... Во, вот так. А че эти фляжки-то не взорвались? Подожди-ка. О, поиграли. Слушай, но будем тогда их зачищать таким вот образом. Патроны вроде бы есть, должно хватить. Хедшот. Так, вот этого давай. Так, смотри-ка, потянулись еще. локоть попал ему. Давай-ка вот в эти бочки стрельнем. неплохо. Так, патроны еще зареспауниваются у нас, интересно. Вот так у тебя в лицо прям. Вон он еще. Как ты так издалека попадаешь, ты че? А я соснопы не попадаю. Ты выжил, ты че? Он выжил. Так, ты появишься, нет? А он тоже соснопой или нет? Нет. Неплохо так, одна пулька. Вон, показал головку свою. На, держи. Хэдшот. Так, вроде бы зачистили. Так, аптечки я не вижу на карте. Ладно. Так, кто там? Вон они начали исполниться или что? Так, вон там еще двое. Индикатор показывает. Покажешься? Да, покажется. Держи. Там еще один есть. Ладно. Давай будем сближаться. Может быть даже сейчас подрашим. Так, где-то вот тут он стоит. Так, давай-ка лупару возьмем. Ну, что? Ну, где ты там? Обходишь? Не надо меня обходить. Так, давай-ка за бочки. Хотя, толку от этого нет. Я думаю, покажется противник. Подожди. Он там обходит нас. Он в доме. Давай-ка вот сюда в укрытие. Берем патроны, гранаты. Блин, как его оттуда выкурить? Откуда они по мне стреляют? Я не пойму. А, там полицейский, да, где-то стреляет? Ну, он вроде бы ушел. Так, подожди-ка, давай в укрытие. Нам кто-то дает урон. он. Я ничего не вижу из-за этого куста. Давай-ка вот тут-то займем позицию. Вот, вижу. Где-то вот здесь был. Вот он. Все, держи. Так, минус постанули. Неплохо. Так, давай-ка тут все смотрим. Так, смотри-ка. Оба. Хитрец какой, а. Еще один. Там еще есть. Там еще есть. на миникарте вижу, а вот он. еще есть. Займи укрытие. Ты че в томе? Ну, давай, покажись. Вот, молодец. Так, вроде бы все, да? Вроде бы все. Так, давай с этих пацанов подберем лут. Пополним боезапас. Слушай, там можно забрать? Я вон что-то вижу на карте. На миникарте вижу вроде бы как карточку, да. Да, кто там стреляет? Сигаретный вкладыш из 7 из 22. Окей, хорошо. Так, для чего нам здесь выйти? Давай выйдем тут. Зайдем вот сюда в проход и ваншотнем этого. Так, где он? Вот он, вот он. Ты куда смотришь? Я здесь. Неплохо. Так, а там аптечка, да, еще, смотри-ка, есть. Давай ее тоже заберем. вот, неплохо. Просто круто. Так, давай-ка нашу коряку перезарядим. Так, может быть еще мы с тобой здесь что-то найдем, кто знает. Так, вон, смотри, едут. Или это Фрэнк? нет, это не Фрэнк. Как ты живешь нафиг с такой пробойной это? Где ты там заполз? Вот гад. Гори-гори, ясно. Фрэнк, какая лупа родная. Дон, Меня прислал Дон. Я уже понял. Жаль, что это выпало тебе, Тон. Передать ему что-нибудь? Давай, говори, Фрэнк. Я бы хотел, чтобы все вышло иначе, но Морелло до меня добрался. Все хорошо, можете выйти. Хитрюга какой. Хитрюга Книги Дона в обмен на жизнь и самолет из города. Ты уже передал книги? Я не идиот, Том. Я их спрятал. Морелло ждет вот это. Книги лежат в сейфе в банке Гранд Империал. Я обещал дать Морелло ключ, когда самолет будет готов и заправлен. Его люди должны были сейчас приехать за ключом. Они не придут. Скажи им, пусть садятся. Вперед, Марч, Элис, на борт. Фрэнк, ты летишь с нами. Не сейчас, милая. Подымайтесь. Нам с Томми нужно обсудить важное дело. Но, Фрэнк... Садитесь живо, Марч! Ради Элис, ради нас. Лезь, чертов, самолет, прошу. Тебе заплатили? Да. Теперь заплатили дважды. Отвези леди, куда они скажут. Да, сэр. Спасибо, Том. Господи, Фрэнк, почему ты не попросил помочь? Я захотел выйти из дела. Да, реально, почему ты не попросил? блин, нас. Я устал, Томми. Устал врать своей жене. Устал искать под машиной бомбу каждое воскресенье. И ждать, когда Дон садит мне пульный сок. Иди к черту, Фрэнк. Иди к черту, но он сам выбрал такой путь, Фрэнк. Кто ему виноват, что он стал искать бомбу каждое воскресенье под машиной, но он должен был знать, что все это рано или поздно когда-то кончится. Но чтобы свалить вот так вот, мог бы и объяснить все, мне кажется. Ладно, давай зайдем в банк. У нас есть ключ, Фрэнки, нам дал ключ и опустошим ту ячейку. Так. Что там такое? Как всегда, банк кто-то есть недовольный. Кто-то возмущается. Прекрасный просто день сэр. Может быть, здесь карточек найден. Все путем. Так, смотри-ка. Комикса 3 из 10. Мало-мало всего находим, друзья. ячейка арендованная Фрэнком Калетти. Может быть, вне заданий надо искать? Да. Мистер Калетти сообщил, что вы можете зайти и просил предоставить вам доступ. Прошу, следуйте за мной. Ну, давай, сотрудник банка Шкандубай на шифте. Ну, вперед, сэр. Так, сотрудник банка поломался, что ли, или что? Куда нам, сюда? Ну, давай. Не поел с утра, что ли, блин. и вопрос в другом. Мы теперь сможем отсюда выйти нормально с этими бумажками? Салиери не задавал вопросов. Забавно. После похорон он больше никогда не вспоминал Фрэнка. А мне кажется, надо было, друзья, объяснить Салиери, что мы отпустили Фрэнка, а не надо было врать. Ведь вы помните правила Салиери никогда не врать. В самом начале первой серии, когда он нам говорил. Были бы последствия, конечно, если бы Томми, мне кажется, сказал, но это бы привело к менее таким опасным серьезным последствиям, чем, наверное, будет в будущем. Сержу всего лишь хотим отдать дань уважения. Я знал Фрэнка давно. Два конкурента. Моррелла. Хороший парень, умный, верный, верный жене и дочке прежде всего. Это делает ему немалую честь о нем. Возможно. Но я все смотрю на надгробие, где стоит имя его девочки. это печалье. Глава пройдена омерто. Или омерто. Наверное, нет, омерто. Омерто. визит Толстосума. Как там поле, интересно, поправился уже? гляни на дома. Славные дворики, белые ограды. Американская мечта, да, Томми? Наверное. Не для тебя? Нет, сэр. Предпочитаю заниматься делом. Не дай клумбам и дворикам надуть тебя. Тут живет больше преступников, чем в остальном городе. Так вот, зачем мы здесь. В каком-то смысле. У Моррелла есть продажный прокурор по имени Откинс. Они друзья с Гелотти. Городским советником? Именно. Моррелла намекнул ему, что Гибберсон Кагелотти наша вина. Теперь Откинс рвет и мечет. Хочет помочь другу. Говорят, он нашел парочку свидетелей. Мы их знаем? Да. Полли и Сэм позаботятся о них. Тебе же предстоит другая работа. Забери улики, которые накопал Откинс. Где он их прячет? Дома, в сейфе. Но я не взломщик. Не беспокойся об этом. Тебя ждет Сальваторе. Он здесь недавно, но любой замок вскроет. Приведи его на виллу, найди сейф, он все сделает. Что-то может пойти не так? Ничего серьезного. Откинс идет в театр. В доме не будет никого, кроме охраны. Кабинет на первом этаже. стукач сказал, что сейф в стене. Когда Сальваторе его вскроет, хватай все улики и беги. Это он, босс? Да, вот наш парень. Сальваторе, тутто бено. Сей, грація. Донс так хватает. Понятно, босс. Боно фортуна, рогамси. Томми, Томми Анджела, печеради дико на черте. Меравильйосо. Дефаурин. Что ж, дорогие друзья, вот такая вот у нас была интересная голова. Надеюсь, она вам понравилась, понравилось мое прохождение. А на этом моменте мы с вами закончим. Так что, друзья, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, ну и пишите свои комментарии. До скорой встречи. Пока. Эй, мороженчик, ну едь. Ну едь, мороженчик. Что ты мне там крякаешь? Такой гудок смешной. Гррр. Я все равно это вырежу, ты не увидишь. Это все за 40 баксов? Всегда пожалуйста. Конечно, всегда пожалуйста. За 40 долларов там, блин. Твоя годовая зарплата, наверное, 40 долларов на тот момент это, наверное, очень много на дворе это 32-й год.